Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы хотим почтить память известной певицы и прекрасной женщине Надежды Сарксисян. Она родилась 17 октября 1954 года в городе Ереван. Является заслуженной артистской армией. Обучалась в Московском художественном театре Российской армии. Эстрадную карьеру начала в ансамбле «Серпентин», в том самом, где начинала Лариса Долина. Позднее, с 1977 по 1987 годы, трудилась в ансамбле Константина Арбеляна. Надежда свободно владела голосом, позволяющим ей пользоваться и гибко, и виртуозно, что особенно ярко проявлялось в исполнении современных армянских авторов, которых она привлекала не ради демонстрации мастерства, а ради выразительности и образности содержания. Способность Надежды владеть слушателем была огромная, и она прекрасно это понимала. Помимо музыки, Надежда увлекалась в кино. Благодаря своей открытости, веселому нраву и, несомненно, таланту, она смогла сыграть в комедийном мюзикле «Восточный дантист». Дебют Надежды в кино состоялся в 1981 году, и пусть это была эпизодическая роль певицы, которая обратилась к франчу за медицинской помощью, все же большая честь работать вместе с Амаяком Акопяном и Александром Ширвиндтером, обладателями главных ролей. Следующую роль армянская певица смогла получить далеко не сразу. На экране Надежда появилась в картине «Невестка из Джермук», которая была снята в 1997 году. Еще одна съемка в кино случилась через 11 лет, благодаря фильму «Осенний абрикос». Биография Надежды Саркисян не была бы полной без любящего мужа и детей, о ее личной жизни известно очень мало, но всего скрыть не удалось. Именитая певица познакомилась со своим будущим мужем в уже упомянутом ансамбле «Серпантин». Давид Биджанян был не только талантливым скульптором, но и играл на пианино, работая у Константина Аргеляна. Надежда и Давид прожили вместе много лет, но супруг покинул своего знаменитого. В 2011 году Биджанян скончался вследствие сердечной недостаточности. Когда в брат вступают талантливые люди, в их семье рождаются гениальные дети. Эмма Биджанян – неповторимая певица, выходящая на сцену под псевдонимом Эмми. За свою жизнь Надежда Сарписян успела написать достойную биографию, раскрыть свой талант, помочь другим отыскать смысл жизни в своих песнях, всегда оставаться собой. Народная певица Армении доказала, что можно совмещать работу и личную жизнь, оставаясь обычной женщиной.